Благословение в онлайн переживают только люди, которые не живут в Риге. Все остальные должны переживать благословение здесь. Ты можешь сказать на это Амэн? Аллилуйя! Поэтому Бог да благословит тебя за то, что ты сегодня пришел. И мы сегодня будем слышать Слово Божье. Я верю, что Бог бодрствует над Словом Своим. Бодрствует там, где Его Слово почитают, там, где Его Слово уважают, там, где Его Слово цитируют, читают, разбирают, размышляют над Ним. В это место приходит Бог. В этом месте Бог являет Свою славу. Амэн. Давайте мы вместе откроем Матвея, 15 главу. И тема моего послания, моей проповеди сегодня будет звучать так. Торжественное застолье. Аллилуйя! Что-то как-то вот праздник не кончается и не кончается. И слава Богу! Вы знаете, мы некогда не народ, а ныне мы народ Божий. Бог назвал нас Своим народом. Если во времена Ветхого Завета Бог называл Своим народом только евреев, людей, которые имели эту национальность, еврейское общество, то время Нового Завета, каждый из нас, независимо от национальности, он является народом Божьим. Амэн. И точно так же, как у любого народа есть какие-то свои национальные особенности, так и у нас с вами есть свои, как у народа Божьего, национальные особенности. Каждый воскресный день, знаете как, каждый год, в конце года мы с друзьями ходим в баню, а мы каждое воскресенье, воскресный день, уделяем день Господу и приходим на служение, чтобы почтить Бога своим присутствием, чтобы почтить Бога своей хвалой, чтобы услышать от Него Слово. Это наша национальная, как у народа Божьего, особенность. Амэн. Молитва. Дорогие мои, это наше второе дыхание. Если я являюсь народом Божьим, считаю себя народом Божьим, то молитва в моих устах, это мое второе дыхание. Слово Божье, которое я читаю каждый день, это моя духовная пища. Это наша национальная особенность. Амэн. Давайте прочитаем с 22 стиха. Матфея 15 глава, с 22 стиха. И вот женщина, хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Наверное, сначала она кричала перед ними, потом настал такой момент, когда она кричала на них, потом она уже начала кричать за ними. Она сильно достала учеников, и они подошли и говорят об этом Иисусу. Но он не отвечал ей ни слова. Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланяясь ему, говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Наверное, мы не один раз читали эту историю, слышали множество проповедей, когда проповедники читали это местописание. И здесь особенность еврейского народа очевидна. В то время евреи никак не сообщались с язычниками. Они не садились с ними за стол. Для них это было табу, запрет. И вот когда Иисус пришел в полноту времени и служил, прежде всего, он служил еврейскому народу. И это был его посыл для этого народа. Он был, как Мессия, прежде всего, для евреев. Только лишь потом, когда Он умер на Голгофе, когда Он вознесся на небо, когда была заплачена цена, искупительная жертва открылась завеса в храме, разорвалась и потоком хлынули к престолу Божьей благодати и спасения все народы, язычники, независимо от того, каким богам они поклонялись до этого, если они в веру и принимали жертву Иисуса Христа, они становились народом Божьим. Но в тот момент так не было. И когда эта женщина подошла к Иисусу, Он справедливо, по закону Моисея, сказал ей, мне нехорошо тебе проповедовать, я не могу тебе вообще говорить об этом, не могу тебе дать того, что ты просишь. Он ей сказал, что нехорошо взять хлеб у детей и отдать псам. Эту женщину не смутил такой диалог. Ее абсолютно не удивило отношение к ней, как ей казалось, пророка Божьего, человека, который сделал так много чудес. Она продолжила и сказала, все равно помоги мне. И Бог, видя ее веру, был впечатлен ее верой, и она получила то, что просила. Ее дочь была исцелена. Произошло чудо. Но послушайте, часто, читая это местописание, я удивлялся и восхищался поступком этой женщины. Размышляя над этим словом, я увидел, что, оказывается, она получила всего лишь жалкие крохи. Жалкие крохи. Как некоторые люди, живущие абсолютно мирской жизнью, мирскими принципами, они берут жалкие крохи тех откровений Божьих, которые написаны здесь, в Библии, и становятся успешными. Посмотрите, как сегодня развит сетевой маркетинг. Амвей, Мэри Кэй, ну, еще всякие разные многие, они взяли лишь одну маленькую крошку откровения о ученичестве, о том, что нужно идти, говорить, о том, что нужно распространять свою идею, и их бизнес процветает. Народы Кавказа, они взяли всего лишь, ну, может быть, очень хорошо исполняют одну из заповедей «Почитай отца и мать». И я вам хочу сказать, они имеют долголетие не потому, что они кущают барачка и свежий воздух там с гор, они имеют долголетие потому, что они взяли эту заповедь, но это лишь жалкая кроха, послушайте, жалкая кроха, которая упала со стола. И этот стол Бог накрыл для своего народа, Бог накрыл для своих детей, Бог накрыл для тебя и меня. Мы можем сидеть за этим столом и вкушать все явства, вкушать все, что Бог приготовил для нас. Мы не должны кушать всего лишь жалкие маленькие крохи. Бог говорит нам, для нас Он приготовил большой стол. Посмотрите, так написано. Нехорошо взять со стола, который накрыт для детей, хлеб, и дать псам. Она говорит, Господи, та крошка упадет, и эта крошка меня исцелит. Но тем паче, если мы будем вкушать то, что на столе. Аллилуйя! Я вам скажу, дорогие мои, для нас накрыт большой стол. Для нас есть торжественное застолье. Вопрос в том, я попал за этот стол, или я так и хожу вокруг него. Вопрос в том, где я вкушаю божественную пищу? Где я получаю откровения? Крохи, которые падают, или все-таки я сажусь за стол, но наше место сидеть за столом вместе с Господом. Амин! Он заплатил за это большую цену. Мы по праву наследники Божьи, сонаследники Иисуса Христа. Если вместе с Ним страдаем, то с Ним и прославимся. Это написано в Римлянах 8 главе, 17 стих. Там так есть. И мы с вами должны сидеть за столом и не вкушать только крохи. И Бог сегодня через это послание хочет всех нас вернуть. Мы сегодня будем много читать Слова Божьего, много открывать Библию, у нас будет много мест Писания, которые я буду цитировать. Поэтому ты будешь вдвойне благословен, если у тебя на протяжении всей недели не было возможности почитать Библию, то у тебя есть уникальная возможность сделать это сейчас вместе с нами. Давайте мы откроем Ветхий Завет. Ветхий Завет, Второе Царство. Ветхий Завет, Второе Царство, 9 глава. Дорогие мои, что такое сидеть за столом? Представьте себе, это царский стол. Это не бизнес-ланч. Когда ты пришел, вот что они приготовили в этот день, то и приготовили. Причем это не столовка студенческая. Кто студентами был? Я помню, заходил в студенческую столовку и там постоянно пахло беляшами. Но женщина, которая готовила эти беляши в таком большом котле с кипящим маслом, она, наверное, масло всего лишь раз в две недели меняла там. Раз в год, да? Вот мне говорят у них раз. Поэтому был жутчайший запах. Я никогда там не питался. Я только заходил, смотрел и уходил, думаю, не-не-не, Господи, спаси и сохрани. Но Бог нас приглашает за царский стол. И там не бизнес-ланч, там не студенческие беляши, там Бог для тебя приготовил серьезные кушания и серьезные блюда. И там, дорогие мои, сервис совершенно другой. Знаете, есть кафе, в который ты заходишь, и там самообслуживание. Сам пошел, что-то себе положил, там какой-то там салатный, салат-бар, там что-то еще. Здесь же, когда ты садишься за царский стол, с одной и с другой стороны подходят ангелы и говорят, пожалуйста, присаживайтесь. Там сервис на высшем уровне. Самое главное за этот стол попасть. Амэн. Давайте, девятая глава. С первого стиха. И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саула был раб по имени Сива и позвали его к Давиду и сказал ему царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира сына Амиелова в Ладываре. И послал царь Давид и взял его из дома Махира сына Амиелова из Ладывара. И пришел Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сын Саулова, к Давиду и пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид, Мемфивосфей, и сказал тот, вот раб твой. И сказал Давид ему, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего. И ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мемфивосфей и сказал, что такое раб твой, что ты призрел на такого мертвого пса, как я. Так попадает, что мы сегодня очень часто читаем про собаку, которая друг человека. И тут Мемфивосфей, представьте ситуацию, Давид искал, кого бы благословить. Кого? Почему? Ради завета, который Давид имел с Иоаннафаном. Ради того, что они были друзьями, ради того, что Иоаннафан неоднократно спасал Давида, у них была крепкая дружба, это были заветные отношения, настоящая дружба двух настоящих мужчин. И когда Давид уже стал царем, когда Давид уже почивал на лаврах, когда Давид уже покорил множество народов и имел авторитет народе Божьем, он призвал своего раба и говорит, послушай, если кто-то из дома Саула, если кто-то родственник Иоаннафана, я хочу оказать ему милость. И один раб вот этот Сива, он нашел, что да, действительно, есть внук Саула, он сидел в Ладываре. Что это было за место, Ладывар? Это было место, когда мы читаем еврейский перевод, написано, это место без пастбищ, это место без слова. Он сидел там как будто бы в ссылке и, конечно же, он боялся. Когда его пригласили за царский стол, наверное, он подумал, что меня хотят убить, потому что Саул был враг Давида. Наверное, он подумал, сейчас Давид со мной разберется, сейчас он отомстит мне за то, что мой дед гнал Давида, когда тот еще не был царем. Но Давид призвал его, пригласил и говорит, послушай, я хочу посадить тебя за свой стол. Мне не важно, что ты хромой ногами. Там несколькими главами до этого написано, что Мемфивосфей, он был инвалид, хромой с рождения. Когда его несла нянька, она уронила его, и он был ущербным человеком. Так многих христиан дьявол сегодня обманул, что если мы ущербные люди, если мы бывшие наркоманы, если мы маргиналы, если мы инвалиды, если мы в чем-то себя где-то как-то прокляли, если мы имеем низкую самооценку, то у нас нет возможности сидеть за царским столом. Бог так не смотрит на нас. Бог говорит, послушай, я хочу забрать тебя из этого места без пастбищ, из этого места, где не слышно Слова Божьего, чтобы благословить тебя этим словом, благословить тебя этими откровениями. Садись, у тебя есть место за царским столом. Амин. Бог всем приготовил место. Причем это не маленький столик на двоих, где знаете, как я помню в детстве, мы бегали вокруг двух стульев, и кто не успел сесть, выбывал из игры. У Бога нет таких игр. Он говорит, послушай, это большой, если хочешь длинный, если хочешь широкий, богато и шикарно накрытый стол, на который Он нас всех приглашает. Амин. И нам нужно вернуться и сесть за этот стол. Причем больше того, хочу сказать даже уже тем христианам, которые будучи может быть давно в церкви, может быть давно покаявшиеся, они так и ходят вокруг стола, и крохи, которые падают, удовлетворяют их. Друзья, Бог накрыл для нас шикарный стол. Я хочу, чтобы мы за этим столом сидели, я сам хочу там пребывать, потому что Бог не отрицает и не говорит нам, что это место за кем-то забронировано, приходи и садись, вкушай с ним явства. Давид посмотрел на этого мимфевосфея и дело-то было совершенно не в нем. Послушайте, дело было не в этом парне хромом, дело было в завете, который был заключен Сианофаном. Поэтому, как бы дьявол тебя не обманывал, я прямо сейчас хочу разоблачить его ложь. Дело в том, что на Голгофском кресте был заключен завет, и если ты в эти заветные отношения попал и принимаешь Иисуса Искупителем, ты уже имеешь право на Его благословение, ты уже имеешь право на исцеление, ты имеешь право на то, чтобы жить, ты имеешь право на то, чтобы служить, ты имеешь право на то, чтобы радоваться, это Бог приготовил ради Иисуса Христа. Помните, как написано в посланиях, если Он Сына Своего не пожалел, неужели Он с Ним не дарует нам и всего. Амэн. Давайте мы прямо сейчас возьмемся за руки, помолимся, помолимся за свою жизнь, помолимся друг за друга. Бог вместе с Иисусом Христом даровал радость спасения, даровал исцеление, даровал искупление, пусть ложь дьявола будет разоблачена. Здесь нет ущербных людей, которые должны сидеть в лады варе, здесь нет людей, которые должны сидеть вместе без падбищ. если Бог сказал, что Он добрый пастор, значит, Он ведет нас к водам тихим, Он ведет нас на злачные пажити, Он ведет нас вместо изобилия, вместо накрытого стола, вместо своей славы, вместо, где нам будут служить ангелы, вместо, где божественный сервис, сила прощения, сила исцеления, сила искупления, сила воскресившая Иисуса Христа на Голгофском кресте, и мы отвергаем дьявол твою ложь, мы дети Божьи, мы наследники Иисуса Христа, мы сонаследники Божьи, мы будем прославлены, 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 мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Амэн! Дай Богу большую славу! Мы будем сидеть с Ним вместе за большим накрытым шикарным столом. Амэн! И дьявола мы разоблачим во имя Иисуса Христа. Давайте мы откроем следующее местописание, это Иоанна, первая глава. Первое послание Иоанна, извините, третья глава. Первое послание Иоанна, третья глава. Первое послание Иоанна. С первого стиха. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. У нас есть право быть наследниками Божьими. И написано, что в тот момент, в тот момент, когда мы рождаемся свыше и становимся Божьими детьми, мы уже наследники. Уже наследники. Послушайте, в тот момент, когда в моей семье родилась моя дочь, она уже имеет право наследия на все то наследство, которое я ей передам. Ей не нужно за это платить цену, ей не нужно зарабатывать это, ей не нужно приходить и показывать мне хорошие оценки. У нас даже последнее время, когда мы с дочерью проводим какие-то такие воспитательные процедуры и вместе помогаем ей уроки учить. И мама говорит, будешь отличница, на пятерки будешь учиться. Ну, а в России пятибальная как бы шкала, а здесь пятерка это как? Ну, какие пятерки? Ой, прости, на десятки, будешь десяточница, короче. Ну, послушайте, написано опять же в посланиях к римлянам, что наследник доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы рождены свыше, мы имеем право называться и быть детьми Божьими. Называться детьми Божьими это позиция де-юра. то есть когда ты уже родился свыше, ты уже имеешь право обладать всеми божественными обетованиями, властью, силой, возлагать руки на больных, провозглашать исцеление, проповедовать Евангелие, быть богатым на всякое добро, доброе дело, но должен прийти момент, когда ты должен стать в позицию де-факто, то есть ты должен действительно это наследство получить. Имея статус детей Божьих, имея статус детей Божьих, кто-то остается хроническим младенцем и питается в жизни всего лишь крохами, но нужно перейти в статус не просто детей Божьих, а друзей Божьих. Амэн. Почему? Потому что согласитесь своим маленьким детям, мы не доверяем серьезных вещей, но когда наши дети подрастают и у нас есть с ними хорошие отношения, они могут войти в право семейного бизнеса и стать партнерами, несмотря на то, что это мой сын или это моя дочь, у них другой статус и к ним другое отношение. Так вот, говоря о том, я хочу, чтобы мы с вами поняли, что есть две позиции. Первая это питаться всего лишь крохами, всего лишь крохами, это младенческое христианство, но вторая позиция это иметь всю полноту божества телесного, иметь всю полноту Бог, явившийся во плоти, это сидеть за столом и вкушать явство, это иметь по праву наследия власть распоряжаться тем, что Бог мне приготовил. Амин. Следующее место Писания Луки 11 глава. Луки 11 глава. Мы будем читать с 5 стиха. Луки 11. И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне и мне нечего предложить ему, а тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему сколько просит. Две позиции по неотступности и по дружбе. Две позиции младенчество, духовное младенчество и сотрудничество с Богом, когда ты вошел в семейный бизнес. Две позиции, быть младенцем, иметь по неотступности и быть другом, иметь хорошее отношение, питаться только крохами или иметь полноту божества телесно. И вы знаете, дорогие мои друзья, очень часто мы неправильно понимаем слово по неотступности. И даже я помню, мне такие советы давали, ты должен по неотступности выпросить у Бога. И такое впечатление, как будто я схватил Бога за край одежды и говорю, Бог, дай мне исцеление. Он говорит, не дам, не отдай, нет, не дам. Пожалуйста, во имя Иисуса Христа дай мне процветание, не дам. Послушайте, разве такие отношения с Богом у нас подразумеваются? Разве такие отношения у нас, как у земных родителей подразумеваются с нашими детьми? Да, конечно же, нет. Тогда в чем неотступность? Неотступность в том, что когда мы молимся Богу и что-то Его просим по воле Его, Он дает нам сразу же, Его рука не сократилась, чтобы давать, и ухо не отяжелело, чтобы нас слышать. Но точно так же, как Даниил молился однажды, и молясь, написано, Бог дал ему ответ тут же на его молитву. Но стоял князь Персидский, и 21 день он не мог получить ответ, потому что между землей и святыми Божьими небесами есть поднебесье, в котором господствует князь этого мира, то есть дьявол. И когда Бог посылает свои ответы, неотступность наша должна быть в том, что я стою твердо верой, и я дождусь, я знаю, Искупитель мой жив, я знаю, мое исцеление ко мне приходит, я знаю, может быть сейчас, я смотрю как бы сквозь гадательное стекло, видя, как обетование и апостольское видение реализовывается здесь, в Риге, на территории России, Украины, растут церкви, я это, может быть, вижу еще сквозь гадательное стекло, но я неотступно верю, что однажды все эти заслоны дьявола, какие бы толстые они не были, несмотря на толщину стены Иерихона, они падут во имя Иисуса Христа, амэн, вот в чем должна быть неотступность, неотступность в том, что мы как дети Божьи, как еврейский народ, продолжаем обходить вокруг Иерихона, продолжаем обходить, продолжаем верить, продолжаем молиться, продолжаем служить, продолжаем исповедовать, в этом неотступность нашей веры, но не в том, чтобы выпрашивать у Бога, а часто так бывает, что мы хватаем Бога и начинаем просить, И знаете, что происходит? Бог самый первый в мире демократ. Когда моя дочь начинает меня о чем-то просить. Папа, дай, папа, дай. Знаете, что происходит? Все равно я потом, да на. И приходит блудный сын к отцу и говорит, дай мне часть моего имения. Конечно же, в Библии там не описывается, что у них было уже несколько встреч. Но я думаю, что это был не первый диалог, когда этот блудный сын подошел и говорит, отец, дай часть моего имения, дай часть моего имения. И скорее всего, дорогие мои, отец, он понимал, что дав ему часть имения, тот пойдет и его все растранжирит. Но он демократ, просишь? На. И тот пошел, растранжирил часть имения. Но послушайте позиции отца. Ну что, наелся Рожков? Ну что, нахлебался в этом мире? Он так не сказал. И Бог нам так не говорит. Ты выпросил что-то по неотступности? Он ждет, пока ты вернешься из Ладывара и вновь займешь свое законное место за его столом. Амин. Он не будет тебя проклинать. Он даст тебе новую одежду. Он заколит свежего барашка. Он накурбит тебя своими кушаньями. Он вновь в твою жизнь вернет Божье обетование. Но зачем жить по неотступности? Зачем у Бога выпрашивать? Так бывает часто. Молодая семья приходит к пастору. Пастор, благослови наши отношения. Мы любим друг друга. Любовь с первого взгляда. Может, вы сначала отношения свои проверите. Подружите, пообщаетесь. Но как-то ты же не знаешь его совсем. Не знаешь его вообще характер, все. Нет, это любовь с первого взгляда. Это откровение. Ну хорошо. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Проходит неделя вот с такими глазами. Пастор, да это дьявол во плоти. Это его близкий родственник. Куда я смотрела? Так я ж тебе говорил. Чего ты мне раньше не сказал? Постой, постой. Да ты у меня по неотступности это выпросила. Кто виноват? И что теперь делать? Сухари сушить. Что теперь делать? Служить, жить, молиться, общаться. Но есть другие отношения. Послушайте. Зачем эти крохи и неотступность? Есть дружеские отношения с Богом. Смотрите, в этой притче написано. Если не даст по дружбе. А ведь первое, это все-таки по дружбе. По дружбе это другие отношения. Когда ты звонишь другу, друг для тебя всегда открыт. Когда ты по дружбе приходишь к Богу, ты уже не стоишь где-то в длинной-длинной очереди. Из двух с половиной миллиардов христиан, которые по статистике сегодня населяют эту землю. И не молишься, и не ждешь. Бог говорит, этот человек по дружбе. Знаете, у меня есть друг хороший. Он в России. Он директор одной из крупнейших строительных компаний. И он такой по национальности дагестанец. Где-то 2-10 ростом. Где-то, ну вот я даже не знаю сколько в плечах. Но тоже такой весьма большой. Харизматичная личность такая. Нет в его компании людей, которые не слушаются его указаний. Просто это по умолчанию. Это даже не подразумевается так, что кто-то бы сказал там, Месли Магарамович, я не согласен с вашим мнением. Таких нет у людей. То есть харизматичная. Я сказал к маме, я сказал. И вот однажды Бог дал мне отношения с этим человеком. Мы делали определенные благотворительные проекты. И он выступал в качестве там спонсора. Давал строительные материалы, там спонсировал деньгами. И наступил такой момент, когда мне нужно было прийти к нему и о чем-то его попросить. А я еще раз повторяю. У нас сложились достаточно такие близкие, хорошие, дружеские отношения. И я прихожу в его приемную. А там приемная такая здоровенная, большая. Сидит секретарь. Ша, красивая девушка. Она самая главная в приемной. Потому что человек 8 сидит. Директоров менее крупных строительных компаний, чтобы подписать у него какой-то подряд договор заключить. И они все смиренно ждут. С платочками потеют, вытираются. Ну скоро там она. Сейчас, ждите. Самое главное. И я захожу. Я говорю. Можете сказать господину директору, что пришел Павленко? Она, что еще за Павленко? Я говорю, пойдите, скажите. Она заходит в кабинет. Проходит 2 минуты. Открываются двери. Стоит человек-гора на пороге. А Андрей, ты что здесь сидишь? Я не понял. Ну-ка проходи. А эти 8 человек, директора строительных компаний, они как были там в приемной, так и остались. Удивленные глаза, секретарши. Кто это такой? Какой-то молодой парень в джинсах и в кедах пришел. Это просто другие отношения. Может быть, это никто в твоих глазах, для тебя, в твоей строительной сфере, в твоем бизнесе. Но если ты друг Богу, он берет вот так вот, стоп, стоп, стоп. Иди сюда. Ты проходишь без очереди. Тебе не надо по неотступности что-то у меня просить. Тебе не надо стучать. Друг, дай три хлеба. А друг тебе в ответ говорит, сплю же, не могу. Дети лежат рядом. Супруга молодая. Занят я. Нет возможности встать. Отвлечься на тебя. Дай три хлеба. Но если постучался друг, и эти отношения другие, он говорит, послушай, проходи, заходи, накрытый стол. И знаете, все, что нужно было, мы с ним решили. Все, что нужно было, он дал. Все, о чем нужно было поговорить, мы поговорили. И через 20 минут я вышел из этого кабинета, был благодарен этим отношениям, решил свои вопросы. Вот так действует Бог. Друзья, зачем иметь по неотступности отношения с Богом? Он даст тебе. Но это будет, как упавшая со стола кроха. Ты имеешь право сидеть за столом и вкушать полноту Божью. Ты имеешь право на дружеские отношения. Я хочу быть другом. Амэн. Другом Богу. Ты хочешь быть другом Богу? Где ты хочешь занять сегодня свое место? Я хочу вам сказать сегодня, что значит быть другом и кто такой друг. Давайте откроем следующее место. Это Иоанна 15 глава. Иоанна 15 глава. Мы будем читать с 13 стиха. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, и уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца моего. Во имя мое он дал вам амэн. Вот это настоящая дружба. И кто такой на самом деле друг? Иисус говорит, я называю вас друзьями. Он прежде всего друг для нас. Почему он может называть нас своими друзьями? Почему он нас избрал? Почему он нас призвал? Он за эту дружбу заплатил цену. Послушайте, у друзей всегда должны быть общие интересы. Не может быть такого, что ты называешь какого-то человека другом, а на самом деле у тебя нет с ним общих интересов. Вот буквально недавно мы были в России, встретились там, я встретился с человеком давним своим, ну как, я как считал другом, и этот статус, он мог по умолчанию оставаться в наших отношениях. Но когда мы встретились, пришли в какое-то кафе, сели за стол, начали пить кофе, общаться, он мне говорит о своих интересах. Вот он там купил какую-то дорогую машину в автосалоне в Москве, везет ее, чтобы там куда-то продать. У него там какие-то такие проекты, у него то, у него то. Мне неинтересно, о чем он говорит. Он не посещает церковь, живет абсолютно своей жизнью, недавно разошелся со своей женой, у него какие-то вообще такие туманные взгляды на жизнь, у него совершенно другие интересы. Я ему говорю о том, что мы едем на миссию, мы будем служить, там будут спасаться люди, мы хотим сделать то, то, то. Он также смотрит на меня, и в его глазах пустота. Он говорит, о чем ты мне говоришь? Что за разговор? И мы посидели, полчаса пообщались. Знаете, к чему свелся разговор? К тому, что мы поговорили о прошлом. Вспомнили, а помнишь? Помню, а уже неинтересно. А это помнишь? Да тоже неинтересно. А этого? И этого тоже помнить не хочу. И, в общем, через полчаса наша, вроде бы, бурно начавшаяся дискуссия, она иссякла, стала неинтересной, пустой. И я ему, ну давай, благословение он мне. Ну давай, благословение. Я еще тогда не знал, что можно сказать, узредзешенос. Ну, уже сейчас я уже знаю. И все. И вы знаете, ну оставь телефончик. Ну давай, оставлю. Прошло два месяца, я ни разу не позвонил. Вот когда мы имеем с Богом отношения просто вот такие формальные, пришел в тайную комнату, Господь, ты где? А, ты там, а я здесь. Как там на небесах? Нормально? Ну, нормально. Ну, и я тоже так вроде ничего. Пятнадцать минут неинтересно. Молитва иссякла, общих интересов нет, поговорить не о чем. Ну, Господь, я помню, там ты сказал, что твой номер телефона, Иеремия 33, я если что позвоню. Господь говорит, ну, ну, если что, звони. Только если что, становись в длинную очередь и жди. Когда у меня будет время, ты придешь ко мне в приемную. Но сначала тебе нужно пройти через кастинг этой секретарши. Если у нее будет хорошее настроение, она тебя запишет и пустит. Но если ты будешь другом, откроется приемная, и ты зайдешь, сядешь за стол, начнут прислуживать ангелы, все будет совершенно по-другому. Кто такой друг? Это человек, который имеет с кем-то общие интересы. Когда я имею отношения с людьми, с которыми имею общие интересы, я могу три часа в машине ехать и три часа говорить, 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 говорить. Три часа закончилось. Слушай, об этом еще не успели поговорить. Ай, ладно, в понедельник поговорим. Все, давай. Все, раз, просто нет времени. Давай. И у тебя совершенно другое. У тебя энтузиазм. Ты наполнил, переполнен. Столько идей, столько откровений, столько желания что-то сделать. С друзьями всегда интересно. Если наши интересы совпадут с интересами Божьими, Бог скажет, послушайте, вы мои друзья. Будет совершенно другое к нам отношение. И вы знаете, можно быть 20 лет в церкви, 30 лет в церкви, 50 лет в церкви можно быть. И так и питаться крохами, прося у Бога по неотступности. И послушай, он будет давать. Раз в два года тебе будет крошка прилетать. И ты будешь выходить, наконец-то я дождался. Но всякий раз, когда ты будешь видеть людей, которые сидят за столом и свидетельствуют на каждом служении, приходят на каждую ячейку, рассказывают, как Бог их исцелил, как Бог их благословил, как они вчера проповедовали своей семье, и там произошло спасение, как было то, 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 ты спросишь, почему так происходит? Да потому что они друзья, потому что у них другие с Богом отношения. Кто хочет стать другом Богу? Иметь настоящее отношение? Да без того, чтобы у тебя были с ним общие интересы. Ты спросишь, какие общие интересы у тебя могут быть и у Бога? Давайте мы откроем следующее место Писания. Пожалуйста, если где-то рядом есть наши уважаемые музыканты. Матфея, 22 глава. Матфея, 22 глава. И мы будем читать с первого стиха. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Иисус рассказывает притчу своим ученикам. Представьте, царь накрыл стол, большой стол, богатый стол. И на этом накрытом столе есть много кушания. И он говорит, «Я хочу, чтобы все, кого я приготовил на этот пир, все, у кого есть приглашения, где записаны их фамилии, чтобы они пришли и вместе со мной были на этом празднике. Так Бог смотрит сегодня со своих святых небес на все почти 7 миллиардов людей, живущих на этой земле. И он хочет, чтобы каждый человек попал на его пир. Каждый человек попал туда, где он переживет спасение. И он посылает своих рабов, посылает своих посланников, посылает нас. Вот в чем интерес Божий совпадает с интересами нашими. Он говорит, «Идите, приготовлено все за этим столом. Сделано самое главное». Написано тут, здесь написано, «Заколот телец». Иисус был агнцем, закланным за грехи всего мира. Он был закланным, он был убитым, он был приготовленным, и путь приготовлен. Пойдите, соберите всех. Пойдите, соберите тех, кто должен там быть. Не хотят, пошли на поле, пошли еще куда-то заниматься бизнесом, с семьей заниматься. «Ой, у меня ребенок родился». Думаешь, Господи, дети мешают служить Богу. Вот у нас в четверг на домашней группе пришла одна девушка. Она недавно родила ребенка. Но она понимает, что она хочет быть за столом, где накрыты благословения. И она пришла на домашнюю группу, закутала его там в кабинезончик. Мы заехали за ней, привезли ее, все. И вы знаете, что такое благодать? Когда все два часа ребенок спит, не мешает, проходит молитва, общение, благословение. И кто-то говорит, мне с ребенком надо сидеть. Возьми его на ячейку, и два часа ты отдохнешь. Ты будешь общаться со своими друзьями, слышать Слово Божье, которое твой друг тебе с неба будет говорить, а твой ребенок будет спать. Ну как это? А если не возьмешь, тогда по неотступности будешь спи во имя Иисуса. Будешь два часа его трясти, и он тебе все мозги вытрясет. Лучше иметь дружеские отношения с Богом. Амин. И наши интересы должны совпадать в том, чтобы пойти и собрать этих людей, привезти их на пир. Иисус смотрит на пустые стулья, которые придвинуты к этому столу, где накрыты явства, и в его сердце боль. Иисус знает, что на этих местах должны сидеть люди, должны быть там уже написаны чьи-то фамилии, еще не рожденные, но он уже за них заплатил цену. Может быть еще совсем грешники, может быть отступники, может быть ты смотришь на этих людей, как на конченных маргиналов, алкоголиков, бомжей, как на этого мимфивосфея все смотрели, а Бог смотрит на них совершенно по-другому. Он говорит, я хочу его взять и посадить за свой стол. Сходи, забери этих людей, приведи их, посади их рядом с собой. И знаешь, так часто бывает на некоторых торжествах, званых ужинах, когда тебе говорят, возьми, приведи с собой несколько человек, и твой входной билет будет бонусом бесплатно. Когда ты приводишь людей к Богу, и Бог смотрит и говорит, слушай, ты настоящий друг мой, потому что ты мои интересы ставишь на первое место. Там написано, посмотрите, шестой стих. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Бывает так, что когда мы проповедуем Евангелие, нас оскорбляют. А в некоторых странах бывает, что христиан убивают. Буквально вот, несколько дней назад, пастор Алексей был на глобальном саммите, где собрались пасторы крупных мега церквей, и думали, молились, планировали о том, чтобы спасти множество людей. И пастор пишет на своем блоге, что они познакомились с одним из служителей из Индонезии. И атмосфера в этой стране, обстановка, она более чем криминальная, когда речь идет о отношениях между христианами и мусульманами. И там мусульмане просто убивают христиан. И этот пастор свидетельствуя рассказал, вы можете об этом на блоге почитать, я лишь вкратце это расскажу, что был такой случай, когда эти мусульмане пришли и сожгли здание церкви. Просто взяли, сожгли, разрушили до основания. И христиане этой церкви подняли руки к Богу и молились. И знаешь, когда у тебя с Богом отношения дружеские и общие интересы, Бог тебе по дружбе даст другое совершенное откровение. По неотступности ты возьмешь, вытащишь меч, и как Петр отсекешь ухо этому рабу, а Бог говорит, я не хочу так делать. И Бог дал им другое откровение. Они собрали жертву, их там было немного совсем людей, они собрали жертву, положили это в какой-то там конверт, или я не знаю, все, абсолютно все шествием пошли к мечети мусульман. Когда они подошли к этой мечети, вышел имам, говорит, что вам надо? Они говорят, вот возьмите деньги и сделайте в своей мечети ремонт. Мы собрали эту жертву на ремонт вашей мечети. Он посмотрел на них. И знаете, что произошло? Произошло то, что у них изменились между собой отношения. И если статистика говорит, что на тот момент христиан в ее городе было всего лишь 15% от общего населения, то сегодня, после этого случая, после этого откровения, после того, что они сделали 80% населения, это люди, исповедующие Иисуса Христа своим Богом. Амин. Я не говорю тебе о том, что тебе нужно переехать в Иран, где подпольная церковь. Я не говорю тебе о том, что тебе нужно переехать в Индонезию, здесь, в Европе, где христианство – это фундамент и основа наших законов, но, по крайней мере, так должно быть, где люди все знают о спасительной жертве. Пойди собери этих людей. Пойди собери и приведи их на пир, и ты увидишь, как Бог благословит. Ты увидишь это торжественное, накрытое, на эту поляну, накрытый праздник. Я хочу, дорогие мои, чтобы мы видели однажды, как торжество Божье здесь, в нашей церкви, демонстрируется. Амин. Давайте мы сейчас поднимемся. И когда мы будем молиться, я хочу дать кому-то еще одно обетование, это написано в Откровениях, в третьей главе, с двадцатого стиха. Вот я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо, да слышит, что дух говорит церквям. Послушайте, Бог не может насильно нас заставить. Бог сказал, пожалуйста, пойдите, сделайте это. И как происходит часто в нашей жизни, Бог стучится и говорит, я тихонечко постучался в твое сердце. Я постучался в твою жизнь, я тебя о чем-то прошу, вот мои интересы, вот мой план, вот то, что я говорю тебе, исполнить. Если ты откроешь дверь своего сердца и Бог войдет, то послушай, тот, кто будет сидеть с ним за столом, однажды сядет с ним на престоле. За столом сидят друзья и обсуждают свои планы, интересы, обсуждают то, что они будут делать, обсуждают будущую стратегию, поэтому если ты согласишься быть тем человеком, который пойдет по этим изгородям, по городам, который пойдет в соседние дома, который пойдет проповедовать Слово Божье, ты будешь сидеть с ним за столом здесь при жизни, но и так же ты сядешь вместе с ним на престоле. Амин. И мы сейчас будем молиться, я хочу, чтобы мы молились за всякого человека, кого ты, кому ты проповедуешь, кто рядом, твой родственник, те люди, которые уже в списке приглашенных на этот пир, уже в списке приглашенных, но пока их с нами нет. Давайте возьмемся за руки. Боже, драгоценный Дух Святой, мы не хотим иметь отношения с Тобою по неотступности, но мы хотим иметь отношения дружбы, мы не хотим иметь лишь жалкие крохи того, что падает со стола, но сидеть с Тобою за столом, вкушая полноту, благословение. Драгоценный Дух Святой, крести нас огнем Божьим, жаждой, желанием, дерзновением пойти по городам и изгородям, собрать этих людей и привести их в место, за которое уже заплачена цена на этот званный торжественный пир. чтобы этот стол был полон и пусть они сегодня злые, пусть эти люди сегодня нас гонят, пусть эти люди дышат на нас злобою, но пусть наша молитва, ходатайство, наши отношения с Тобою по дружбе будут для них благословением и откроются их сердца и Слово Божье произведет эту работу по спасению их жизни. Дух богаискания пусть сойдет, Дух Богопознания страх Божий во имя Иисуса Христа. Пусть все наши не спасенные друзья, не спасенные близкие, приготовленные к тому, чтобы сидеть за столом, однажды познают Тебя, однажды вкушат этого заколотого агнца Божьего, заклонного за грехи всего мира. драгоценный Дух Святой, и пускай в нашем сознании поменяется всякое представление о отношениях с Тобою, я хочу иметь с Тобой общие интересы, чтобы эти интересы совпадали, сидеть с Тобой за столом, пророчески высвобождаем сейчас этой молитвой Дух покаяния наши церкви наполняться, как наполнился Этот званый пир Наши церкви наполнятся Здесь написано 10 стих И рабы те, выйдя на дороги Собрали всех, кого только нашли И злых, и добрых И брачный пир наполнился возлежащими Это пророческое место И брачный пир наполнился возлежащими И наши церкви наполнятся Жаждующими по Господу людьми И наши домашние группы наполнятся Покаянием наших близких И наши молитвенные служения наполнятся Свидетельствами славы Божьей И наши города наполнятся Поклоняющимися людьми в духе и истине И брачный пир наполнится людьми Которые будут благодарны Иисусу За спасение, за исцеление, за благословение Мы верой принимаем, что есть благодать на нашем служении И наполнятся наши церкви Наполнятся наши уста хвалой и благодарностью Молись и говори Наполнится наша жизнь исцелением и спасением Наполнится наша экономика благословением И мы будем богаты на доброе дело Наполнится, наполнится Наполнится брачный пир Гледолобо шаталабалалама Ребосотолори